привет ребята сегодня мы в центре харькова и для вас эксклюзивное видео обзор треш контент где мы буквальном смысле эту машину но видео обзор на неё без разрешения автора и автору привет ой точнее хозяину привет и наилучшие пожелания и счастья спасибо я в ней понятно и значит хозяин отказался снимать но не против что мы снимаем по ходу поэтому мы это делаем легально давай такая у нас супер машина mercedes amg она просто пушка короче что происходит ну мы нам разрешил хозяин он по моему по ходу не против что мы снимаем его тачку и посмотрите ватовый стиль ярко-зеленого лягушачьего цвета это же надо было такое слишком вызывающий агрессивный дизайн очень эпатажная очень эпатажная согласитесь привлекает всеобщее обнимание на такой тачке вы не останетесь незамеченными вы будете в центре внимания вы будете королями города прин in the city ворочек посмотрим что мы имеем фары противотуманка все на высшем уровне европейский стиль канны канны отдыхают это что-то вау стиль но настроение классное mercedes amg gtr купе зеленый монстр hulk сегодня претендует на звание самого быстрого автомобиля который когда-либо я видела какие у вас ассоциации когда вы слышите букву gtr скорость мощность performance именно этим стандартным должна была соответствовать машина с буквами gtr в названии во первых двигатель турбированный теперь он стал развивать пятьсот восемьдесят пять лошадиных сил и семьсот ньютона крутящего момента который выдает вид turbo v8 она разгоняется до триста восьмидесяти километров в час и разгоняется с нуля до ста за три и пять секунды это характеристики супер кара первоначальная цена его 160 тысяч долларов самое главное новшество это полноуправляемое шасси задние колеса начали подруливать передним именно в этом заключается секрет gtr яркий зеленый окрас который называется amg green hell magno и его цена именно этого окраса 9900 долларов здесь во-первых расширенные крылья спереди на четыре с половиной сантиметра и сзади на пять с половиной сантиметра машина стала угрожающе широкой во вторых здесь появился новый передний бампер гораздо более агрессивный и гораздо более эффективный что очень важно передний бампер прячет в себе еще и активную аэродинамику которая в том числе помогает создавать разряжение под автомобилем это очень важно ярко выраженная агрессия передней части автомобиля великолепно коррелирует с его задней частью появился агрессивный задний спойлер который несет в себе определенные аэродинамические функции он настраивается вручную под тот трек под который вы будете наваливать он эффективный а не просто эффектный компания mercedes amg была основана 1 июня 1967 года бывшими инженерами концерна daimler bands хансом вернером ауфрэхтом и эрхардом мельхером название нового предприятия являлась акронимом от имен основателей и родины главного офиса города гроза шпах до 90 года компания являлась независимой фирмой специализирующийся на повышении производительности автомобилей немецкой марки mercedes-benz в 1990 году руководство концерна daimler bands подписала партнерский договор с тюнинг ателье а в 99 году был выкуплен контрольный пакет акций в 2005 году концерн полностью поглотил фирму основав независимое подразделение mercedes-amg штаб-квартира которого находится в городе афальтер бах германия в отличие от сторонних производителей таких как например брабус и карлсон автотехник а мг является единственным официальным тюнинговым ателье mercedes-benz будучи непосредственно структурным подразделением концерна daimler а мг серийные автомобили mercedes-amg считаются самостоятельными моделями по сравнению с базовым массовым производством компании mercedes-benz так как отличаются от последних большей массой собственных узлов деталей а также собственной рыночной индексации продукты подразделения как правило имеют более агрессивный внешний вид более высокий уровень производительности лучшую управляемость лучшую стабильность и более широкое применение углеродного волокна по сравнению с базовыми авто mercedes-benz его конкуренты это lamborghini даже не 911 у audi есть r8 а у бмв конкурента этому авто к сожалению нет капот авианосец похоже что это кольцевой автомобиль заниженный передний сплиттер углеволокно воздуховоды побольше капот из углеволокна с воздуховодом чтобы отводить горячий воздух легкосплавные диски с увеличенными колесными арками как спереди так и сзади на крыльях есть жабры из углеволокна накладки на пороге придают большей агрессивности кожух зеркала из углеволокна разные колеса сзади 20 спереди 19 не просто разноширокие но еще и разного диаметра при всем при этом у нас естественно задний привод что опять же дает нам меньшую эффективность разгона до 100 км в час гораздо больший азарт на кольце когда вы отруливаете отлавливаете его то и здесь все построено на эмоциях но никакого комфорта здесь никогда не будет семиступенчатый робот даже если бы здесь был режим комфорт и мягкая подвеска это бы не помогло потому что вы все время прыгаете на этой задней оси вы сидите буквально на заднем колесе капот открывается максимально широко на 90 градусов чтобы лучше рассмотреть что под капотом во-первых здесь двигатель турбированный теперь он стал развивать 585 лошадиных сил и 700 ньютонов крутящего момента который выдает в turbo в 8 она разгоняется до 318 километров в час и также во-вторых здесь супер выхлопная система там большой центральный патрубок и два маленьких которые скрыты в крупном аэродинамическом диффузоре выполненном из карбона turbo kit на базе больших мощных турбин 30 пятки могут выдавать до 800 литров в максимальном режиме полная выхлопная система и доработка системы охлаждения полностью усилена коробка передач которая находится над задней осью это называется транс аксель скорость на выходе с полумели 300 километров в час объем багажника 176 литров также имеется интересная с левой стороны тай в тайном ларце имеется аптечка двигателя бачок метанола интерьер салона впечатляет здесь все по-спартански ощущается совершенно по-особому посадка очень низкая перед тобой огромная передняя панель массивная центральная консоль отделяющая водителя от пассажира качество в целом великолепное кроме разве что пары мест центральной части руля кнопок управления аудиосистемой и зеркала заднего вида ужасное приборы аналоговые как старые добрые объемная прострочка на передней панели алькантара повсюду спортивные ковшеобразные сидения спортивного образца из углеволокна сидеть в которых одно удовольствие рулевое колесо плоское снизу и сверху маркер чтобы видеть когда руль показывает четко прямо также значок amg и и специальная кнопка amg которой можно вывести данные на экран системы и проследить такие вещи как мощность движка имеется разъемы юсби огнетушитель это значит что машина предназначена для езды по треку 11 динамиков плюс сабвуфер а а а а а а а а а и а это а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие мои, такой был спонтанный, яркий, эксклюзивный обзор на автопушку AMG GTR, от которого у меня до сих пор захватывает дух, мурашки по всему телу и адреналин зашкаливает. Подписывайтесь, активируйте колокольчик, чтобы смотреть за моими новыми видео. И мне будет приятно, если вы напишите комментарии под этим видео. Чем больше комментариев, тем больше шансов раскрутки моего канала и поднятия автопушки в рейтинге. Особая благодарность моему продюсеру Ирише.